Вспоминают нам о наших родителях. Я думаю, каждый задумался после этого псалма о своих родителях. Даже если их нет уже в живых, тоже мы задумались об этом. И это благословение Господне, когда есть родители, когда есть отец, когда есть мать еще. Потому что, как в стихотворении, если рассказывали, если мать еще живая, счастлив ты, что на земле, есть кому переживая, помолиться о тебе. Дети, я бы хотел обратиться сегодня больше к молодым людям, у кого еще есть родители. У кого есть родители живые, у кого родители, может быть, уже очень и очень престарелые. Я бы хотел обратиться сегодня к вам. На основании Священного Писания я бы хотел с вами поговорить и пообщаться. У меня очень мало времени, но я постараюсь быть очень краток и сказать сущность всего. Чтобы нам бояться нашего Бога, заповеди Его соблюдать. И в этом все для человека. И это заповедь Господня, чтобы мы почитали своих родителей, чтобы мы уважали своих родителей, чтобы мы и делом, и словом, не только словом, но чтобы и делом мы показали, что мы действительно почитаем, уважаем и любим своих родителей. Потому что так написано Михея в 6 главе, 8 стих. О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Бог требует через свое Слово Господне. Очень много есть мест Священного Писания, что Бог требует, чтобы почтение было к родителям. Братья и сестры, да благословит нас всех Господь. Может быть, молодые люди, кто-то не думают, как один из братьев здесь когда-то проповедовал, говорил, мы молодые. Если что-то и нас болит, мы можем это сделать, мы можем поправить свое здоровье, мы можем пойти где-то в джим и подкачаться, и поправить физическое свое здоровье. Но нет, от благословения зависит жизнь человека, от родительского благословения зависит жизнь человека. И если я его заработаю, если я всем сердцем, насколько моих сил хватит, что я буду уважать, любить, почитать и делом и словом своих родителей, от этого зависит благосостояние дальнейшей моей жизни. Потому что Малахия говорит так, «Сын чтит отца и раб Господина своего». Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Господь, то где благоговение предо мною? Сын чтит отца и раб Господина своего. И Бог хочет, чтобы мы все уважали и чтили своих родителей, как отца, так и мать свою. И если я Господь, то где благоговение предо мною? Где благоговение пред Словом Божьим, которое написано здесь, вот в этой книге? В этой книге это здесь есть, как написано Иеремия, путевые знаки, как нам поступать дальше, чтобы нам же, братья и сестры, нам же, чтобы было хорошо. Я сам имею детей, имею внуков, и я имею также еще престарелого отца, который мой отец по закону. И я вижу все это. Тяжелые годы. Ему вот уже скоро будет 99 лет. Тяжелые годы для них. И не так легко порой бывает и с ними. Но мы должны иметь сочувствие, сострадание и понимание. Потому что, если даст Бог дни благополучия, благословения, сколько человеку каждому отмерено, никто не знает, один Господь только знает, чтобы и мне в старости пришло то, что я сейчас делаю для своих родителей. Есть написано в книге Сирахова такие слова. Я бы хотел прочитать эти слова. Сирахова, 3 глава. Я прочитаю из первых стихов. Дети, послушайте меня, Отца, и поступайте так, чтобы вам спастись. Спастись от чего? От беды, от несчастья, от вечной погибели. Чтобы нам всем абсолютное касается, всех, даже если у кого нет родителей живых, своих по плоти, нет родителей по закону, все равно эта заповедь относится к каждому из нас. Потому что у нас есть люди здесь, у нас есть братья и сестры, которые старцы и старицы. Вот мы должны к ним уважать. К ним, значит, иметь понимание, любовь, сочувствие. И все это сделать от души, как для Господа, а не для человека. Ибо Господь возвысил Отца над детьми и утвердил суд Матери над сыновьями. Почитающий Отца очистится от грехов и уважающий мать свою, как приобретающий сокровища. Почитающий Отца будет иметь радость от детей своих и в день молитвы своей будет услышан. Братья и сестры, молодые люди, обратите на это очень серьезное внимание. Придут в жизни вашей и в моей жизни и в вашей и в каждого из нас какие-то испытания, тяжелые дни, трудные моменты в жизни. И мы молимся, обращаемся к Богу. Но если мы не исполним эту заповедь, то наша молитва будет только до потолка. Но когда здесь написано, в день молитвы своей будет услышан, если мы исполним эту заповедь. Уважающий Отца будет долгоденствовать и послушный Господу успокоит мать свою. Боящийся Господа почит Отца и как владыкам послужит, родившим Его делом и словом, почитай Отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них. Ибо благословение Отца утверждает, да мы детей, а клятва матери разрушает до основания родителей. У кого есть дети, матеря, здесь я обращаюсь, берегите свои уста от всяких слов. Лучше промолчать, лучше молиться к Богу, когда даже и дети в чем-то расстроили вас. Надо наблюдать за своими устами, братья и сестры. Да благословит на всех Бог. Не ищи славы в бесчестии Отца, ибо не слава тебе бесчестия Отца. Слава человека от чести Отца Его. И позор детям, мать бесславии. Сын мой, сын, прими Отца твоего в старости Его, и не огорчай Его в жизни Его. Хотя бы Он не оскудел разумом, имей снисхождение. Имей снисхождение, и не пренебрегай им при полноте силы Твоей, ибо милосердие к Отцу не будет забыто. Несмотря на грехи Твои, благосостояние Твое умножится. В день скорби Твоей воспоминется о Тебе, и как лед от теплоты разрешатся грехи Твои, оставляющий Отца то же, что богохульник, и проклят от Господа раздражающий мать свою. Очень серьезные слова, очень серьезные такие заявления, как бы сказать, для всех нас, братья и сестры. Обратим очень серьезно на эти внимания, и будем любить наших родителей, будем уважать наших родителей. Когда ты силен, когда ты молод, когда еще в тебе силы, а твой отец или мать, может быть, престарелые уже, и еле-еле передвигаются, то ты должен понимать их, ты должен уважать их, ты должен иметь снисхождение от них. От них немного, для них нам немного совсем надо сделать, но они тебя благословлят. И если ты заработал это благословение, то оно почает на тебя, особенно те молодые люди, кто еще даже не женатый, кто не вышел замуж. Может быть, они думают, родители все равно благословлят, когда будет бракосочетание, и родители благословлят. Но нет, надо заработать то благословение, надо вымолить благословение то у Бога и у родителей, чтобы оно пришло в твою жизнь. Благословение – это не то, что ты будешь жить все богато. Да нет, это совсем не в том, когда благословенная семья, это как написано в Серахово 25 главе, «Тремя я украсилась и стала прекрасна пред людьми». Это единомыслие между братьями, любовь между ближними, и жена, и муж в согласии с живущим между собою. Вот это истинное благословение Господне. Остальное все приложится, остальное все даст Господь. И еще, как мы это можем сделать, показать на деле? Вот молодые люди женились, создали семью, живут отдельно, есть у них детки. Слава Богу, это благословение мы принимаем всегда, и Бог благословляет этом. Но у нас есть прекрасные и любимые жены. Выходной день, может быть, жена сказала, иди привези своих родителей. Она пока накрыла на стол, там что-то приготовила, привезли родителей к свой дом. Родители совсем немного могут сказать, да благословит вас Бог. И я знаю, что каждая мать даже со слезой на глазах благословит вас. И вы увидите это благословение Божье. Вы увидите это на самом деле, как это работает. Братья и сестры, я говорю это не пустые слова, потому что я пережил все это, я знаю, что это такое. Мне вот на прошедшей неделе уже исполнилось, был день рождения, было 60 лет. Моих родителей в живых уже нету, но Бог дал мне еще то, что Отец по закону моему, Он живет с нами, и это благословение Господне. Слава Богу за все это, да благословит Господь каждого из нас. И я хотел бы прочитать еще, как благочестивый Отец дает наставление сыну своему. Это написана книга Тавита, 4 глава. И как Он завещает еще при жизни своей, чтобы Он завещает, как Он должен поступать дальше. Потому что это праведные люди, они знали волю Божью, они знали в совершенстве закон Господень, хотя они были в пленении, в Неневии, но они знали, что повелел Господь. 4 глава Тавита. Буду читать с 3 стиха. «И призвав его, сына своего, сказал, сын мой, когда я умру, похорони меня и не покидай матери своей, почитай ее во все дни жизни твоей, делай угодной ей и не причиняй ей огорчения». Вот такая забота была отца, чтобы говорил сыну своему, не причиняй ей огорчения. Почему? Потому что там много, значит, сказано о том, что она имела скорбь с тобою еще во время чревоношения, она имела болезни, она имела скорбь. Да и что дети могут воздать родителям то, что родители сделали для своих детей? Так говорит Писание. Не может дитё, не может сын, не может дочь воздать то, что заслуживают родители. «И призвал его и сказал, и 4 стих, помни, сын мой, что она много имела скорбей из-за тебя еще во время чревоношения, когда она умрет, похорони меня в одном гробе. Во все дни жизни помни, сын мой, Господа Бога нашего, и не желай грешить и приступать к заповеди Его. Во все дни жизни твоей делай правду и не ходи путями беззакония. Ибо если ты будешь поступать по истине, в делах твоих будет успех, как у всех поступающих по правде». А это правда Господня. Пятая заповедь, она имеет очень большое значение и великую силу в благословении и проклятии, потому что предложено тебе сегодня благословение и проклятие. «Простри руку, на что прострешь, то и дастся тебе». «Помни же, сын мой, заповеди мои, и да не изгладятся они из сердца твоего. Теперь я открою тебе, что я отдал десять талантов». Ну, тут серебра на сохранение Гаваилу, сыну Гавриеву в рагах Медийских. И он пойдет туда, и он получит это все, то, что заготовил отец для своего сына. И когда он пошел туда, мы все эти истории знаем, я не буду сегодня говорить, но мы знаем, что он получил и жену, он получил и богатство, и Бог дал ему все. «А почему? То я сказал в ответ ему, отец мой, я исполню все, что ты завещаешь мне». Он дал такое обещание. «Я исполню все, что ты завещаешь мне». И он это исполнил. Потому что книга «Екклезиас», там написано об обещании. «Если ты дал обет Богу служить, чтобы ты не медлил исполнить Его». И мы дали обещание служить нашему Богу. Мы дали обещание жить по Слову Господнему, исполнять заповеди Господни. А это одна из заповедей. Ефесянам 6 глава, с 1 по 5 стих. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Это требует справедливость Господня от каждого из нас. «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». И здесь отцам также сказано. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте в учении и наставлении Господнем». Братья и сестры, да благословит нас всех Бог, чтобы мы все вместе были исполнителями воли нашего Бога. Я бы хотел еще сказать просто своими словами, кратко, это описано в 35 главе пророка Еремии, там за сынов, греховитов. Отец дал им заповедь. Отец заповедь дал свою. Это даже не из Библии, но он дал заповедь, чтобы они виноградников не строили, вина не пили, виноградников не насаждали, домов не строили, вина не пили. И там Бог говорит пророку, говорит, иди и призови их, хранят ли они эту заповедь. Пророк Еремия приводит их в храм и наливает им полные чаши вина. Он говорит, но мы не будем, потому что Отец наш Инадал заповедал нам, заповедал, чтобы мы это сделали. И мы твердо держим эту заповедь. И то, что нам завещают наши родители, то, что нам говорят наши родители, если еще есть родители живые, а если и нет родителей живых, то при жизни, что они говорили, мы должны все это исполнить. Один пример такой из жизни. Идет старик по дороге уже в возрасте и плачет. Идет, плачет. С бородой такой старичок идет и плачет. Встречает его девушка. Встречает его девушка и говорит, дедушка, что вы плачете? Он говорит, да, отец мой меня набил. Как отец? Вы уже такой старец, и отец ваш набил. А сколько вам? Да мне вот 82, а отцу уже больше 100. И он пришел и с почтением отнесся к своему родителю. Даже он там его поругал, но он говорит, отец меня набил. Братья и сестры, да благословит нас всех Бог. Да благословит, чтобы исполнить. И если мы где-то что-то сделали не так, у вас есть и у меня есть еще время покаяться. Прийти к отцу, попросить прощения. Прийти к маме, взять букетик цветов. Прийти к маме и расположить их на сердцах так, чтобы они вас простили и благословили. Аминь.